а вот ребят очень простой эксперимент понадобится на 3 шприца по количеству участников 3 гаечки маленьких на 6 и фломастер вот таким вот образом в каждый шприц помещаем по одной гаечке туда на дно так значит сегодня у нас участвуют лукойл люкс 540 sncf роснефть ультратек 530 sncf сравним как себя ведет 530 и 540 на морозе и здесь у меня есть немного шел вот таким вот образом мы их подписали сейчас будем заливать так ну вот наши подопечные вот так вот в теплом помещении масло себя ведет теплое масло вот так моментально падает у нас гаечка ну что на мороз и вперед вот таким вот образом мы их разместили здесь у нас будет термометр вертикальном положении у нас будут нужно так чтобы они легли хорошо вот вот четко четко все три вертикальном положение устанавливаем что ж такое чтобы они не падали ветра сегодня нет мороз конкретный на улице так ребят чем мы с вами имеем уже через полчаса лукойл превратился в свечку парафин какой-то роснефть остался прозрачным шел тоже прозрачный то есть как бы вот такие вот парафин у вас в двигателе когда вы заливаете лукойл я как бы на нем пол зимы ездил вот такие дела ну вот ребят прошло совсем немного времени практически час так по температуре что мы видим по температуре у нас минус 22 показывает градусник что-то он врет мне кажется так начнем наш тест что вы понимаете что здесь на объективность она совсем не претендует переворачиваем и смотрим кто куда пойдет быстрее так тем временем первым у нас приходит лукойл вторым приходит роснефть и третьим шелл вот такой вот момент еще раз опа смотрим так у нас тут что-то с лукойлом что-то случилось не то еще раз перри тест еще раз пройдем здесь видите они на ребро встают поэтому как-то не очень объективно опа первым лукойл вторым роснефть и третьим шелл вот они легли практически хорошо сейчас мы их попробуем еще раз нормально устаканить давай давай не ложится ровно подмерзла ладно так еще раз третий раз об смотрим первый лукойл второй роснефть и третий шелл вот такой вот он тест не претендующий на объективность так а почему именно шприцы спросите вы ну потому что у меня не лаборатория у меня нету никаких пробирок во первых во вторых потому что можно сделать вот такой момент проводим еще один тест это масло шелл посмотрим как она будет разбрызгиваться очень тяжело разбрызгивается очень только сейчас начало капать вот я давлю уже конкретно вот такие дела следующее масло это роснефть начинаем давить чуть-чуть она получше начинает это вы цветом видите какой он шелл темная роснефть светлая чуть-чуть полегче она идет ну тут конечно нужно динамометрический там что-то с усилием ну вот оно прям чувствуется что она чуть-чуть пол полегче прям капельками пошло пошло через тоненькую трубочку замерзшее масло прям нормально так последний лучок пробуем как пойдет лучок лучок идет хорошими капельками протекает прям капает с таким же усилием надавливаешь и он прям капает большими каплями все это на морозе происходит то есть ничего тут тепла никакого здесь нет все в домашних условиях вот ну лучок вот он тоже светлый но почему то он потемнел не по нему почему вот такие вот дела так ну что вот они наши участники получается по скорости движения шайбы протекания после заморозки получается лукойл был на первом месте получает 2 балла роснефть на втором месте получается 1 балл и шелл на третьем месте получается 0 баллов дальше по составу по консистенции лукойл помутнел поставим ему 0 баллов этим по одному баллу потому что они эти масла не помутнели то есть они остались такими же и про протекание через иголку прям ну это уже по моим ощущениям да получается шелл 0 баллов роснефть 1 балл и так же лукойл 2 балла и того у нас распределяется следующим образом лукойл в общем 4 балла роснефть 3 балла и шелл 1 балл вот эти масла это не руководство к действию это чисто для себя я сделал тест не претендует на истину этими маслами я сам пользовался и вот они остались там видите у меня остатки и пользоваться тем более в холодное время года соответственно по результатам этого теста в холодное время года рекомендуется лукойл и роснефть шелл я не могу рекомендовать я это брал на разлив могу уточнить то есть возможно это подделка вот такие вот думайте сами решайте сами всем пока